Мы будем говорить о лучевой терапии, роли лучевой терапии в лечении лимфом вообще. Это началось еще больше ста лет назад, в 1901 году в Штатах. Кстати, вся лучевая терапия сейчас из Штатов идет самая перспективная. Тогда, когда все умирали от этой болезни, неизвестно какой, Хошкина, не Хошкина, лимфома, лимфома, тогда были первые чудесные, так сказать, изменения под рентгеновскими лучами. Вот был такой опыт американский, 1901-1902 год, Чикаго, США, видите, значительное уменьшение злов. Без всяких дозиметрий, без примитивной техники. Много, опять же, североамериканские и с американского континента ученые внесли свою лепту в 20 век лучевой терапии. Вера Петерс из Торонто из Канада, профессора Генри Каплана и Сауль Розенберг из Стэнфорда США, которые в 60-х годах впервые ввели линейный ускоритель электронов и сделали возможным крупнопольное облучение всех лимфатических регионов. И это крупнопольное облучение было и в 70-х, и в 80-х, и в 90-х годах. Сейчас оно утратило свое значение в связи с развитием лекарственной, таргетной терапии, конечно. И лучевая терапия сейчас идет на новом технологическом уровне и на новой базе совершенно. Какие сейчас современные подходы для лечения? Конечно, меньшими полями и меньшими дозами. Это инволд филд радиосерепи, радиосерепи, лакорегиональное облучение, где же ТВ, СТВ, соседние смежные узлы. Эта методика с 2001 года используется, по ней накоплен большой опыт, и по ней проведены все, собственно, рандомизированные исследования, которые сейчас докладываются с современными схемами химиотерапии. Ну, все же, сейчас от нее отходит, и мы тоже давно уже отошли от этой методики, потому что там нужно обучать смежные регионы. Вторая методика, которая началась с 1908 года, это инволд филд филд радиосерепи, только исходный вид, амбокоскопический объем опухоли, ТВ в лимфузле. То есть мы должны до лечения уже иметь больного радиологи, все измерить, компьютеры, томографию всех регионов сделать, размеры определить четко, и это, конечно, сложность, потому что, вы знаете, к гематологам приходят, к вам, к онкологам приходят, начинают химиотерапию, простодируют, еще и бывает не всегда хорошо, к онкологам приходят, и начинают химиотерапию, не доказав методами лучевой диагностики все местоположения, по которым мы потом должны планировать. Остаточные узлы после химиотерапии. Это основа GTV после химиотерапии. Поэтому эта методика во Франции зародилась в 2008 году, но она развивается, но она не может быть всем больным, поскольку есть у нас все исходные радиологические данные. Вот картинка Extended Field, радиосерапия, большие размеры полей, Involved Field, регион, Involved Node, радиосерапия, только от обчерченной контрапораженных узлов. Вот эта картинка, это предполагает уже 3D-планирование, последняя картинка Involved Node, радиосерапия. Мы сейчас используем, и в Петербурге используют клиника частная в Дебунах, вот здесь доктор-представитель сидит, этой клиники, американскую методику Involved Side Radiotherapy, которая очень похожа на Involved Node, но которая имеет некоторое послабление, ограничение. Они основаны на ИКРУ-83 и 3D-планировании 2010 года. То есть по объему облучения занимает промежуточное положение между Involved Field и Involved Node, радиосерапия. То есть когда мы не имеем всех возможности оценить, что было тогда, в начале лечения, по разговорам родственников, по самому больному можем как-то, что-то есть, что-то нет. Поэтому немножко расширяем границы, но, конечно, не доходим до смежных узлов. И это, по-моему, прогрессивно. Но мы этой методикой пользуемся уже несколько лет. Вот картинка этой методики, например, выше-ниже диафрагмы, облучение положительных узлов. Вот тут показано уже планирование лимфоузлов выше диафрагмы и средостения. То есть облучается только то, что нужно, то, что было при первой, второй или третьей, четвертой стадии. По границам первичным. Часто облучается по остатусу. Но это потом я скажу по каким критериям. По дозам. 30-36 грей сейчас устоявшаяся доза. При полном ответе после полихимии терапии, как компонент комбинированного лечения, так всегда бывает 20-30 грей. При частичном 30-36 грей. При благоприятных формах первой и второй стадии лимфомы Хольщкина, по данным немецкой группе, можно давать и 20 грей. Мы сейчас тоже к этому переходим. Правда, не все с этим согласны, но тем более, если уже есть ответ, даже это пока без данных ПЭД пока. Просто есть полный клинический ответ по данным КТ, клинический, то можно давать 20 грей. При благоприятный вариант и первой и второй стадии. При индулярном варианте лимфаторного преобладания немцы тоже показали, что расширенные поля Extendent Field, что облучение пораженных зон Involved Field, что с АБВД с облучением, дает всегда 100% полную ремиссию, очень мало рецидивов, и поэтому по всем рекомендациям модулярный вариант лимфаторного преобладания, самый благоприятный вариант лимфомы Хольщкина, особая болезнь. При первой стадии используется только лучевая терапия, по рекомендации германской группы NCCN, а по 3-4 стадии схема используется как приклассическая лимфома Хольщкина, химия, лучевое лечение. На последнем симпозиу в Луган это было четко показано. Интересна работа из Великобритании с 6-го года, где я анализирую рецидивы у больных, получавших только химиотерапию при первой и второй стадии. Схемы были разные, БВД, МОП, хлорбутин, ЛОП. Получилось, что выживаемость-то высокая, 94%, но частота рецидива за 5 лет 40%, это недопустимо, конечно. Это очень много, без лучевой. Ну так получилось, что они были без лучевой терапии. Причем 83% рецидива были надальными, то есть в узлах, где были узлы, ушли, якобы ушли после химиотерапии и над диафрагмой, и находились в исходно прожженных местах. А у 45% больных очаг был единственным там, где был узел при первой, например, стадии. То есть необходимо обязательно лучевая терапия у таких больных. Немецкая группа HD10 имит исследование, германской группы первой терапии, благоприятной группы, более тысячи больных. Оно закончено. Вот вам известны 4 схемы, которые они использовали. 4 АБВД-30 Грей, 4 АБВД-20 Грей, 2 АБВД-30 Грей, 2 АБВД-20 Грей, и облучение Волфилд. Получилось, что результаты практически одинаковыми, и что 2 АБВД и 20 Грей, новый стандарт может быть для ранних благоприятных стадий. Это пока еще без данных ПЭД, все исследования проводились. Не надо никого ПЭД здесь, полный ответ получили, 20 Грей, все спокойно, живут все и долго. Эти же больные, проанализированные этими исследователями, немецкими, в 2010 году в частности вот эта схема 2 АБВД и 30 Грей на пораженные зоны показала очень шикарную общую выживаемость, бессобытийную высокую выживаемость. Показала, так сказать, временем проверку. HD11, знаменитые исследования, тоже германские, при неблагоприятной промежуточной группе 1-й и 2-й стадии, более 1000 больных, которая закончена, тут признано, что при сопоставлении схем биокол базовых и 20 или 30 Грей облучения, или 4 цикла ВВД, 20 или 30 Грей облучения, все-таки 4 схемы цикла АБВД и 30 Грей равнозначны 4 биокопам базовым и 20 Греям, но при последней выше токсичность, поэтому стандартно принято, как здесь уже упоминалось, с Ларисой Валентиной, 4 цикла АБВД и 30 Грей. Часто с регионов нам присылают на лучевую терапию больных по 6-8 циклов при первой стадии, но этого не надо делать, вот стандарт, он есть уже известный, даже без данных ПЭТ. При второй Б стадии, стадия особая, ну вот смотрите, 6 циклов ПВВД, тоже в прошлом году неамериканцами опубликованы данные, и облучение первично пораженных зон, такая же тактика, только схем побольше, 6 циклов, 2Б, высокую, общую, под 90% выживаемость, безрецидивные, практически 80% работает, химия лучевого лечения. Здесь, видно тут, это канадский исследование, немножко вверху там, канадское исследование, длительное, самое длительное исследование, на которое нужно обратить внимание, 19-летнее уже наблюдение, где сравнивалось просто АБВД, 1-2 стадии, мы сейчас об этом говорим, и АБВД с лучевой терапией, медиан наблюдение довольно высокое. Ну, здесь получилось так, в общей выживаемости получилось даже выше при схеме АБВД, только. 12-летней беспрогрессивной выживаемости лучше с лучевой терапией, 94%, 87%, а 12-летней бессобытийной была одинаковой. То есть, на опухоль с лучевой терапией, конечно, эффект лучше, но общая выживаемость чуть померже, за счет чего? За счет поздних осложнений, они, конечно, реже были больных, получавших тохохимиотерапию, и вторые опухоли были у них меньше, и кардиоскулярные были меньше. То есть, контроль-то лучше с лучевой, но вот общее осложнение. Но хочу обратить внимание, что это была методика лучевой терапии involved field radio therapy, которая была. Это старая методика. Мы сейчас все перешли, ну, ведущий центр Америки, Европы, наш центр в России на involved side radio therapy, involved node radio therapy, и мы ожидаем, что, несомненно, априори, должно быть меньше осложнений от этих вот поздних осложнений, которых много известно. ПЭТ. Ну, ПЭТ наше все. Как без ПЭТ мы раньше жили, неизвестно. До, после химии, после лучевой. Вот эти три точки должны быть соблюдены при любых, при некоторых лимфомах. Ну, количественная оценка вам известна, не буду останавливаться. Критерии Девиле. Главный вопрос, который в Луган обсуждался, многие из вас там тоже были, в Швейцарии, в прошлом году. Ну, дискуссия была очень интересная. Можем ли мы не использовать лучевую при ПЭТ отрицательном, при первой, второй стаде, пока мы говорим, после АБВД. Это РАПИД исследования, 602 пациента. Ну, ПЭТ положительные получали дополнительный цикл АБВД и лучевую, а ПЭТ отрицательные рандомизировались на наблюдение и облучение. Оказалось, что трехлетняя беспрогрессивная выживаемость в группе с лучевой выше 95%, чем без лучевой. 91. Различие достоверно. Наблюдение продолжается, это опубликовано в прошлом году. Вот, поэтому считаю, что такие эксперименты, опыты исследованы проводить только в клинических рандомизированных исследованиях, то чисто ПЭТ, то чисто химиотерапии при таких стадиях. В стандартной практике даже и химио-лучевую лечение используют при первой, второй стадии. Тут еще в чем проблема, чисто российская. ПЭТ-центров, вот говорили об этом, у нас прекрасный центр, опыт в Москве, в Акалевском центре. Ну, в России сейчас много ПЭТ-центров, нарождающихся, но опыта у них очень мало, тем более при такой патологии, как лимфомы, и ориентироваться на ПЭТ, на заключение одного специалиста, давать дальше лучевой, не давать дальше, чтобы очень ответственно. В Европе, в Штатах, как и в моногистой химии, референсные проводятся исследования, ПЭТ-центры, друг другу пересылают данные, и какое-то делается общее заключение. У нас такого нет. поэтому общее, конечно, заключение, что надо здесь ориентироваться на клинический опыт и проводить лучевую терапию, это вопрос клинических исследований. Другой исследователь такого типа, ИРТС, H10, тоже опубликован в позапрошлом году, тоже можно ли не использовать лучевую при первой, второй стадии, при ПЭТ-отрицательном, после двух цикла по БВД, или нет. Но тут они уже проводили новую методику, Involve-Node-Radius therapy, но тоже оказалось, что в группе без лучевой терапии и благоприятной, и неблагоприятной при первой, второй стадии, оно прекращено исследование из высокой частоты рецидивов, уже прекращено в ходе исследования, уже ответ на этот получен. Нельзя. Исключение лучевой терапии больных в первой стадии с ПЭТ-отрицательным, про ПЭТ-положительное говорить нечего, с ПЭТ-отрицательным после химиотерапии связано с увеличением риска раннего рецидива. Вот по рецидивам с поддиафрагмальным поражением, таких больных порядка 10-15 поражением, значит, у них хуже выживаемость, это доказано уже, чем при наддиафрагмальном поражении. И поэтому при поддиафрагмальном вот их проводили исследования тоже такого типа 6 циклов АБВД случевой или только АБВД 107 больных, это исследование тоже французское прошлого года, свежее. Вот. Оказалось, что случевой терапии тоже выше и беспрогрессивная, и общая выживаемость значительно, и что она является независимым прогностическим хорошим фактором прогноза. То есть надо получать и при поддиафрагмальном поражении после химиотерапии, после АБВД. Рецидивы анализировались, тоже это последние работы, при химио-лучевом лечении различные схемы и облучение было инволфилтрадиосерапия. Как видите, 10% рецидивов, очень небольшой в общем процент рецидивов, оказалось, что неблагоприятный фактор для рецидивов в поле облучения. Это крупные очаги, промежуточная группа с факторами и доза меньше 30 грей. Поэтому промежуточную группу уменьшать дозу совсем до 10 совсем не нужно. 30-36 грей так и остается. У больных благоприятные группы рецидивы чаще вне поля облучения возникали и редко в поле. Тоже важно. Поэтому, по заключению, лучевая терапия как компонент коммерного лечения обязательно должна проводиться всем больным, пока мы не можем рекомендовать ее исключения. В объемах современных, конечно, лучи, инволфноут, инволфсайт, ну или инволффилд, если нет такой возможности, до 30-36 грей. Ну, благоприятные группы Хорчкин 20 грей. Однако, конечно, в дальнейшем с помощью исследований референсных пед-центров исследований продолжается наблюдение. Конечно, будет известна группа больных, которым, наверное, достаточно только химиотерапии. Конечно, особо благоприятная группа. Но пока мы еще не можем ее так выделить четко, чтобы рекомендовать. Теперь, третья-четвертая стадия. Пока это без учета ПЭД. У нас в стране выполнены докторские диссертации Елены Андреевны Демина, где покажено, что лучевая терапия способствует при третьей-четвертой тоже повышению десятилетней безсобытийной и общей свободной неудач лечения на 30%. Вот, Лариса Валентиновна позапрошем году зачастливала докторскую то же самое лучевую терапию способствовала значительному повышению общей безоцитивной выживаемости. Вопрос косвенно нам об этом и сегодня сказала. Это исследование Демины тоже опубликовано за рубежом без библиоцина, о котором мы сегодня говорили. Там по схемам германским лучевая проводилась только на остаточной массе больше 2,5 см после химиотерапии. Получило 68%. То есть таких больных пока по их данным много, которые требуются при третьей-четвертой стадии. Татьяна Николаевна Моисеева гемцентр сейчас у них уже я разговаривал на днях в Минске с ней уже 600 больных треть-четвертой после биокопа они проводят лучевую 30-грейна остаточная масса. Это пока все без ПЭД больше 2 см. 64% больных. Рецидив очень мало. Смотрите, 3%, 4% очень мало. Полный ответ очень хороший. Пока по этим данным лучевой достаточно много. в исследовании HD9 немецком, которое закончено тоже 3-4, где показано преимущество биокопа эскалированно, лучевая проводилась 7, но их получали 70% больных при 3-4. Но однако уже в исследовании HD15 немецкой группы больше 2000-14, они получали только положительные остаточные очаги больше 2,5 см. получали. Их таких оказалось при хорошей химиотерапии эскалированной биокопа, 6 циклов эскалированной биокопа, таких оказалось всего 11% больных. И очень хорошие у них результаты и выживаемость, и все, токсичность, смерть меньше. То есть, конечно, объем лучевой терапии уменьшается постепенно от 70 до 11-12 при 3-4. Но это, наверное, хорошие медццентры, чтобы это анализировать. Вот в этой таблице я показал, что процент больных уменьшается. Нам работы меньше радиотерапевтам, слава богу. Хорошо еще бы придумали новые препараты, которые все бы сразу излечивали. Но пока не получается. Пока лучевая терапия нужна и при 3-4. Но объем уменьшается. Рецидивы анализировали в этом исследовании, HD15, о котором сказал немцы, анализировали рецидивы, которые получали положительные очаги облучения. У них 28 было рецидивов, 16%, 12 в поле, 8 вне поля и 8 в поле и вне. То есть, они считают, что лучевая, конечно, необходима у положительных больных, а их все меньше и меньше в современной химиотерапии. но нет связи между качеством, пока первая работа такая, между уровнями лучевой, involved field или involved node радиусерапии, и возглавие рецидивы. Это такая первая работа пока еще немецкая. Тем не менее, в современных рекомендациях российских, в которых я принимал участие, принимаю 13-14 и сейчас 16-го года готовится, будет и указано, что лучевая терапия на остаточные очаги, если ПЭТ нет, и ПЭТ положительный, если ПЭТ есть, крупные, конечно, очаги надо проводить, и экстронадальные очаги кости, позвоночник, печень, 30-36 грейм. Теперь мы говорили о локальной лучевой, есть такое понятие системной лучевой терапии, это вид общего системного противовоздастей с использованием методик включающих инициативное излучение. Это тотальное облучение тела, по-простому, фотонное, высокодозное, среднедозное, мы это используем, среднедозное с нашими гематологами, с профессором Фанасьевым, с профессором Заритским, просят они использовать в качестве кондиционирующего режима при трансплантации аллогенной костного мозга. Такой кондиционирующий режим есть. Будущее наше, ну, начинает на западе развиваться протонная лучевая терапия, энергия 70-230 СМЭФ, очень хорошее распределение, тут важно, что осложнение будет мало, резкие падения дозы после очага, видите, как спад, значит, не будет дальнейших осложнений. Здесь тоже показано. Перспектива может быть использована, особенно там в средостении, конечно, где нужно очень ограничивать объем редукции нормальной ткани. Вот готовится открытие пед-центра в Питере в частной клинике в Дибунах, наверное, на следующий год уже заработает в России первый. Есть для него показания, конечно, будут, но, конечно, это не будет массовым, не нужно массовым, а вот средостение орбита, например, вот тут планирование по средостению, 2D-планирование, 3D-планирование и 3D-протонное значительно лучше планирование при протонной лучевой терапии, меньше нормальных тканей попадает в поле облучения. Теперь по Нихорскинским лимфам. Время немного. У нас большой опыт химии лучевого лечения разных типов Нихорскинских лимфам, более 400 уже сейчас, и экстронадальных, и надальных лимфам. Главное, при диффузном группноклеточном при агрессивных лимфамах это значительно повышает частоту ремиссий, полных, неполных, после химиотерапии. Вот, сейчас, видите, с 65 до 86, что это важно при агрессивных лимфамах первичное лечение не упускать. Это вошло и в рекомендации в российские лучевую терапию, особенно при ранних стадиях. Причем, там, где облучали, рецидивов, как правило, не возникает. С хорошей выживаемостью, с малым числом осложнений. Это касается фолликулярных лимфом, и лучевая терапия давно используется, и мы имеем таких много больных тоже. Там, где облучали, рецидивов нет. Объективный ответ значительно возрастает полных ремиссий после лучевой, по сравнению с только химиотерапией. Визитинальная буква лимфома облучается средостей небольшой, мы облучаем, но ПЭТ положительный обязательный, сейчас идет такой большой исследователь международный, вы знаете, ЛС-37, эксцинодальная лимфомная группа, которая ответит на вопрос, при ПЭТ-отрицательной после химиотерапии нужно облучать средостей или нет. При ПЭТ-положительной нужно, вопроса тут нет. А при ПЭТ-отрицательной мы пока не можем рекомендовать, что не облучать. Мы облучаем и при ПЭТ-отрицательной пока не будет данной многоцентрового исследования. На следующий год они будут или через год-два. В любом случае, при первичной медицинальной буква лимфомии частота ремиссии в два раза увеличивается после лучевой, чем только после химиотерапии. А это важно тоже при этой агрессивной лимфоме. Эксцинодальная лимфома кожи. Локальная лимфома или тотальное облучение кожи при системных грибовидном микозе, синдроме сезарии. Видите, общий ответ при локальных вообще 100%, а при тотальном облучении кожи 75%, почти процентов, что несопоставимо с вареностатом знаменитым, с линзой, где там максимум 30-40% ответа. Такие. У нас сейчас много больных в клинике, которые после вареностата к нам поступают. 5-6 месяцев нет эффекта, у нас через месяц два эффекта, очень неплохой. При тотальном облучении, при тотальном поражении. Лимфома органа зрения. Тоже есть опыт и только лучевой, и химилучевой при агрессивной лимфоме и распространенной стадии. Высока частота полного ответа при мальтлимфомах, например, только лучевая терапия, больше ничего не надо делать и выживаемость. Желудок тоже. Если нет хирургических каких-то опасных будущих кровотечений, что-то просто лучевая при мальтлимфомах при ограниченном процессе очень хороший эффект. Это до нас, правда, было известно, но у нас есть и собственный опыт. Если есть распространенный процесс, конечно, химиотерапия, потом уже лучевая на весь объем желудка и парагастральные узлы. Рецидивов у нас сейчас не было ни одного после облучения. Плазмоклеточный опухоль имеет множественные меломы и плазмоцитомы, экстрасальные желудок, носоглотка, орбиты головного мозга застения и солитарный плазмоцитома кости. Но тут радиологические вещи не будут детализировать. Важны и какое фракционирование, и какие дозы. Но при множественных меломах, конечно, вы понимаете, это палеотив, там бывает достаточно 8 грей однократно, или там, если больной, может, не такое тяжелое, там более фракционированное получение. Очень хороший противоболевый эффект, но это известно давно, улучшение двигательной активности, уменьшение явлений радикулопатии, парастезии, редукция экстрамедулярных образований. Тут дается дозы какие, фракционирование среднее, конечно, здесь лучше делать, или крупное. А при плазмоцитомах, при экстрасальных, у всех больных ответ получен, мягкотканных, и редкие бывают и головного мозга, и желудка, мы докладывали на лимфофоруме, и кости. Ну, у кости эффект похуже, и дольше достигается, и тут нужно среднее фракционирование. Вот картинки по глазу, до и после локального лучевого, больше ничего. Это компьютерная томография, до и после локального лучевого, это больной. Первичная лимфома кожи, у нас оригинальная методика, единственная в России тотального облучения кожи, при локальном и тотальном поражении, очень эффективная, о которой мы говорил, до лучевой, после лучевой, тоже до и после лучевой. На пластической, это клетчатой, причем независимая, но это клетчатой, как правило, лимфомы, но детали уже мало, дозы только меняются. Синдром Сазаридо, такая айтематозная форма, это уже после. Остаются пигментации, там сухость кожи, но опухоли нет. До, после, до, здесь отсутствие эффекта, до, после тотального эффекта, облучение кожи тоже, это больная, я помню, из Владивостока была. Часто к нам поступают больные после неэффективной, чаще всего, после неэффективной, конечно, химиотерапии, грибовидными, и кост уже, тоже локально, до, после тотального облучения кожи, электронами. Ну, это такой, один из первых больных, такой весь, 20 грей. Вот, таким образом, я вложился, лучевая терапия, сейчас на новом технологическом, на наноуровне, при Хошкине, у первичных, очень у многих используется, при ранних стадиях у всех, при 3-4, уже, не очень, уже значительного количества, тут пэт на пэт на ориентироваться, при нехошкинских тоже, имеет свое место, технологию, наша клиника занимается только этим, поэтому, пожалуйста, присылайте, у нас по квотам, все бесплатно идет, и много больных получают с разных регионов, после химиотерапии, к нам присылают, конечно, обязательно всем пэт, объемы, получения современные все, это будет уменьшаться, скукоживаться, транспланироваться в новой методике, но, тем менее, пока мы еще необходимы гематологам, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, ну вопросы теперь какие есть, пожалуйста. Кто у нас там радиофоб-то? Владимир Иванович? Уже нет, да? Хорошо. Елена Иславовна, ну вы же наш человек. Николай Васильевич, как вы думаете, когда все-таки мы сможем уже опираться на какие-то документы для облучения инволд-ноут-радиэйшн? Документы? Практическим радиотерапевтом. Вот буквально через месяц-два выйдет моя методическая, я еще профессор кафедр-клинической радиологии нашего университета Мещенкова, Гедова. Методические рекомендации выйдут наши, где будет указано, что вот это надо делать. Иноут из инволд-сайт радиосерапия. Вот они уже напечатаны, остается только где-то в сентябре в типографии будут. Я вам лично перешлю и все такое напишу, пожалуйста. Спасибо, Николай Васильевич, будем ждать. Я понимаю, частная клиника, нужны ревизические подтверждения. Еще вопросы? Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...